Добрый день! Сегодня 28 августа. Тянул я долго с этим видео, но наверное уже пришло время, потому что пришло время, все ближе и ближе подходит время посевной кампании. Люди спрашивают, что делать, сеять, не сеять и спрашивают, что вы будете делать. Советовать кому-то сеять или не сеять не могу и не буду, потому что у всех разные возможности, финансовые, жизненные и разная ситуация вокруг той территории, на которой вы работаете. Конечно, пугает неизвестность, что будет дальше. Но не сеять, я буду сеять, не сеять не можно, потому что есть пайщики, есть люди, которые у нас на работе, которые мы должны платить зарплату пайщикам, мы должны платить паи. Ну и государство требует с нас выплату налогов и привилегий нам по этому поводу никакой нет. И скорее всего, что не будет. Что я буду делать? Посевы зерновых я сокращаю в два раза. То есть мы обычно сеяли 900 гектар, 1000 гектар, в этом году посею 500-550 гектар, все вместе пшеница с ячменем. Сеять буду в основном F2, вернее R2, репродукцию и суперэлиту для получения, скажем так, семян очень высокой репродукции. Потому что что будет там дальше с институтом, тоже пока никто не знает, финансирование там отсутствует. Поэтому семена надо как-то приберечь. Что по удобрениям? Давайте даже не так, скажу по-другому. То есть в этом году себестоимость у нас достаточно высокая на зерновых. На ячмене получилось там 150 долларов на тон. При цене сегодняшней, там, 170 в порту, вот, ну, нет никакого смысла, как бы, возить и продавать этот ячмень. Ну, смысл, я отвезу, получу эти деньги, а потом я должен буду потратить еще больше денег. В общем, по этому году у нас вышло 600 долларов на гектар на зерновых культурах. Если купить сегодня все по ценам, те, которые сегодня на рынке, удобрения, химия, солярка, запчасти на технику, которые вообще выросли просто, даже не знаю, на сколько процентов. Некоторые вещи на 300 процентов выросли в цене. Вот. А себестоимость на следующий год у нас на гектар выходит 800 долларов. И убрать 4 тонны, получается, себестоимость это 200 долларов за тонну. Ну, какой смысл продать сегодня за 170, чтобы, может быть, в следующем году получить себестоимостью 200. Не вижу пока никакой логики, поэтому, ну, продаем пока нишу. Там, продали горчицу, продали подсолнечник. И живем пока на эти деньги. Ну, сразу скажу, что с семенами у нас в основном идет бартер. Поэтому денег, как бы, там нет. Что буду делать? Есть у меня немножко остаток с прошлого года амофоса. Сейчас там докупим немного, как бы, еще амофос. Для того, чтобы посеять зерновые с несением сложных удобрений в пересчете на действующее вещество, где-то 10-12 единиц в ГВ на гектар. С учетом того, что я каждый год вношу там от 30 до 40 единиц здесь в веществе фосфора, то у меня сформирован какой-то агрофон уже в почве есть. Я думаю, в этом году я проскочу с такой нормой внесения. То есть для старта растения хватит, для развития корневой системы должно хватить. Думаю, этот год мы, как бы, по сложным удобрениям проскочим. Что по азоту? Азот покупать не буду, потому что покупать его не за что. Купить азот не будет по И, но, наверное, это тоже будет не совсем правильно. Поэтому зерновую группу будем сеять с горохом. Попробую часть полей посеять. Переделаю я сейчас северку именно между рядами 30. Посеем с между рядами 30 и потом по диагонали всею горох. Что пшеница, что ячмень. Ну и часть полей попробую посеять с между рядами 60. То есть один рядок будет зерновая, второй рядок будет горох. То есть между рядами на горохе 60, между рядами на пшенице 60. Таким образом. Почему? С меньшей между рядами достаточно... Ну, в общем, был такой опыт. Делал его. Леша перепелиться года 2 или 3 назад, где он сел. Я не помню, только или пшеницу, или ячмень с горохом. Но он все в одну кучу валил там в рядок. И ничего не вышло, потому что зерновые, когда начинают вегетацию, как бы нарастает растительная масса, а зимующий горох, он очень медленно наращивает вегетативную массу. Его просто забило, и с него не было, по большому счету, никакого толка. Поэтому ИС-7 с таким широким междурядем, что пока закроется междурядье, горох уже получит какое-то развитие, нагонит какую-то вегетативную массу. И я думаю, что он выскочит. Не знаю, как по пшенице, получится ли убрать там горох на зерно, не могу сказать. Все покажет будущее. По ячменю я более чем уверен, потому что ячмень у нас сеется, грубо говоря, 1-5 октября, а горох сеется 20-25 октября. То есть я могу сдвинуть сроки посева ячменя до 10-го числа октября, а горох могу тоже сдвинуть с 25-го, грубо говоря, октября на 10-е октября. То есть посеять его чуть раньше. В этой связке, я думаю, что будет развитие у него немножко другое. Надеюсь, что он перезимует. И в таких условиях, скорее всего, что горох и ячмень дозреют одновременно. Ну, в крайнем случае, сделаем десекат. Но я думаю, что все-таки они дозреют одновременно, и у нас получится убрать все вместе. Потом уже будем думать, как отбирать горох от ячменя. Но тут задача даже не получить урожай гороха, ни на пшеничину, ни на ячмене. Задача именно дать азотное питание. И я думаю, что таким образом мы проскочим. Это что касается зерновых. Что касается остальных культур. Зимующий горох мы будем сеять, увеличим еще площади. Потому что пока это остается, скажем так, одна из немногих культур, которые... Лучше, конечно, вносить под них удобрения. Но можно этого и не делать, и получать достаточно неплохие результаты. Сели мы без удобрений, получали и 30 центеров. Да, цена сейчас не айс. Ну, это такое дело. Нельзя считать на горохе только стоимость товара. Есть еще работа, которую не видна глазу, но которая в почве происходит. И она тоже стоит денег, и денег немало. Вот. Ну и в этом году мы посеем зимую горчицу. Вот, как не было бы, да, помогла ситуация. Получилось у нас купить в этом году горчицу, и даже элиту. Будет 2 сорта. Новинка и Мишутка. Запорожский институт олейных культур. Тоже посеем с горохом. Для того, чтобы было азотное питание. Это что касается азимового клина. И мы где-то выйдем на 50% вообще своих площадей. Вот. Остальное оставляем на весну под яровые культуры. Ну, под сейровые культуры я тоже посею горох. Где-то, ну, закончим ячмень и зайду сеять горох. Буду сеять там 30-50 килограмм, в зависимости от массы тысяч. Буду сеять горох в количестве 30-50 килограмм. С какой целью? Зимующий горох, как бы он, когда только пророс, то есть только-только появились сходы, он уже как бы формирует эти клубеньковые бактерии азотофиксирующие. И в достаточно неплохом количестве. И если зима теплая, то этот процесс продолжается и зимой. И весной, пока культуры возобновляют вегетацию, горох уже тоже свою работу делает. Вот. А так как сеять мы будем все остальное весной, я думаю, что к весне уже каких-то там 20, может быть 25 килограмм ВДВ уже азота будет горохом сформировано на поле. И азот этот будет не минеральный, как бы не изодобрений, не химический, а будет, как бы, как правильно, биологический, наверное, да, азот. Я думаю, что он немножко работает по-другому. В этом году у нас был опыт, я перед входом зимы, ну, просто поздно это сделали, в ноябре месяце, мы посеяли горох 50 килограмм на гектар под горчицу. Вот. И я вам показывал это поле, рассказывал, ну, если кто смотрел, да, горчицу, желтую. Это со слов комбайнера, это не я, ему даже, я и никто не говорил, что там посеяно у нас был горох. И он убирал, и только закончился тот участок, где был посеян горох, мы пополам поле поделили. И он сразу, ну, сказал, что как бы урожайность упала, потому что уже по-другому заполняется там бункер. То есть он стал делать больше кругов, когда заполнит бункер. Ну, визуально сразу, как бы, стало видно разницу. Хотя там, где мы посеяли горох, мы сеяли в анкерной селке, фиксикойлом, и мы спровоцировали, этот, там, сорняк. Было аж поле зеленое после уборки, было видно, что много сорняка. А там, где мы не сеяли анкером горох, то есть сорняка и не было. И урожайность, и урожайность была, как бы, ниже. Вот. Но анкером я сеял, просто хотел, там немножко, образовались колии, там, от опрыскивателя, там, за много лет. То есть решил немножко, как бы, выровнять. Делать этого, конечно, не обязательно. И поле было бы чище. Но не суть. То есть, азот под яровые культуры, мы, я хочу получить, именно, за счет зимующего гороха. Ну, вот, как-то таким образом, будем делать. Буду сеять горох, еще яровой. Буду сеять чечевицу. То есть, сделаем, вот, посеем. То есть, сделаем удар на нишу. То есть, будет горчица белая, желтая, увеличим площади подольном. Вот. Посмотрю, если, там получится. Может быть, посею кукурузу. Хочу посеять, и посею, наверное, скорее всего. То есть, сделаем, ну, кукурузу подсолну, будем сеять немного, потому что, эти культуры, которые, опять же, продаются, все экспортные, и цены очень сильно зависят от работы порта. А, такие культуры, как горчица, лен, там, нут, чечевица, они тоже, ну, как бы, зависят от работы порта. Но, мы их и раньше продавали, но они не вывозились через, у нас через море. Они вывозились в контейнерах, в машинах, в бигбегах, в мешках, вывозились там, на Польшу, на Румынию, на Германию. Вот. Поэтому, с реализацией этой продукции, намного проще, допустим, чем сейчас пшениц. Если у вас есть сегодня горчица, там, или лен, ну, просто позвоните, скажите, у меня есть, и к вам приедут, и заберут. А вот, с пшеничкой, немножко, как бы, сложнее. Ее тоже заберут, но дадут такую цену, что вы отдавать не захотите. Поэтому, я думаю, что посевы в этом году надо будет разнообразить, нишей. Чтобы были какие-то живые деньги, на жизнь. Потому что, как будет следующий год, с портами, неизвестно. А, но и в этом году еще, хотя бы они их, хоть они их и открыли, но цены там у них нет. И будет это цена или нет, непонятно. Потому что, сколько протянется, во-первых, еще трейдеры не вывезли, ну, то, что они купили в 21-м году, там, и в 22-м, до начала войны. И те пока, ну, те трейдеры, которые, остатки остались прошлогодние, они не будут ничего покупать, до тех пор, пока они вывезут то, что было. Ну, смысл покупать, если еще не вывезли старое. Это как бы раз. А второе, они хотят просто за наш счет покрыть свои убытки, которые они понесли, в связи с тем, что порты не работали. И обзывать их можно по-разному, но каждый хочет заработать. Это и есть капитализм. Тут ничего не поделаешь. Ну, и условия сейчас, знаете, очень интересные в порту. То есть, вы завозите зерно, вот, отписываете его на трейдера, а деньги получите только после того, когда загрузится пароход. В предыдущие годы были условия такие. Мы завозим зерно, получаем 95% валюты на счет. Вот. И когда зерно загрузилось на пароход, мы оформляем грузовую таможенную декларацию и получаем оставшиеся 5%. То сейчас вы получаете все 100% только после загрузки на пароход и оформление грузовой таможенной декларации. На пароход может прийти 20 сентября, может прийти 10 ноября. То есть, ну, под какие пароходы они там проводят закупки, я не знаю, я так просто предполагаю. Вот. А что произойдет до 10 ноября или 20 сентября, ну, никто из нас не знает. Но очередь из машин стоит. Очередь стоит сумасшедшая, дикая. Не знаю, сколько там дней она теперь будет рассасываться и рассосется ли они. И понимаю людей, потому что деньги нужны. В общем, тяжелая ситуация, но выходить из нее как-то надо. Поэтому советовать, кому что делать не могу. Но то, что буду делать я, я вам рассказал. Да. То есть, будем уходить больше в нишу. Семена будем выращивать пока только высоких репродукций. потому что остальное у нас как бы есть. И я думаю, что с большим остатком уйдет на следующий год. Горчицу мы продали по цене 62 тысячи белая горчица за тонну товарную. И 48 тысяч продали желтую. Не знаю, какая сейчас цена. Вполне возможно, что она намного выше сегодня. Ну, как бы так. То, что по льну слышал, ну, предлагают сегодня за лен 450 долларов с места. За наличку. Ну, считаю, что это не цена. И если есть возможность, то надо подождать. Сегодня в Молдавии покупают лен у фермеров по 750 долларов. То есть, разница достаточно большая. Даже если учесть логистику, там, примерно 150 долларов, да, там, 120 долларов за тонну. Все равно у нас где-то имеют долларов на 100, на 150. Поэтому, что, думаю, надо подождать. Сейчас пока еще идет уборка льна у некоторых. Ну, и у многих, наверное, еще не все убрали. Поэтому, как обычно, в уборку цена низкая. Горох сегодня, что я видел, был, по-моему, 190 долларов. Чечевица, не помню, по-моему, 30 была. Но, в любом случае, это можно продать с меньшим геморроем, чем пшеницу, ячмени, кукурузу сегодня. Ну, и подсолнечник тоже. Поэтому, как-то вот так. А вы делайте выбор сами, что вы хотите что вам делать, сеять, не сеять, что сеять и каким образом. Вот, как бы, выход по азоту, ну, в принципе, он, как бы, есть. Да, это чуток затратней, ну, чем посеять совсем без удобрений. Ну, если, как бы, рассмотреть на удобрения, то, смотрите, селитра стоит сегодня, там, 30-32 тысячи, да, а горох сегодня, там, стоит от 15 до 20 тысяч гривен. Ну, как бы, если покупать, там, готовые семена. Ну, у вас есть соседи, у которых этот горох, может быть, еще лежит на складе, можете его купить у них. Там, как-то его перевеет, пересеет. Вам, по большому счету, там, сильно качества не надо, вы же не будете его убирать, его на зерно или нет, никто не знает. Вот, ну, пусть даже вы его купите, там, ну, пусть, пусть даже по 10 тысяч гривен, да, и там 40, там, 30-50 килограмм гороха, это выйдет целых 500 рублей на гектар, а 100 килограмм селитра, это выйдет целых 3 тысячи, 3-200 на гектар. То есть, есть разница, и разница достаточно большая. Я думаю, что 50 килограмм гороха, посеянного, там, в начале октября, и, думаю, сделают работу приблизительно, как 100 килограмм селитры. Почему мы раньше этого не делали? Ну, потому что было проще работать с химическим азотом, вот, меньше гембеля. Сегодня просто ситуация нас вынуждает пойти немного по другому пути. Поэтому выбор за вами. Смотрите, считайте, думайте. Удачи всем! Берегите себя, берегите своих близких!